Дорим вам Христос воскресе и слышим в ответ воистину воскресе. Пасха Христова, День Господень. Воскрес Христос и пали демоны. Воскрес Христос и радуются ангелы. Воскрес Христос и жизнь жительствует. В каждое сердце проникает это пасхальное есть. Даже тот, кто считает себя неверующим, ощущает в этот день что-то особенное, что-то такое, что касается нас всех. Конечно, мы не могли побывать в эти дни во всех 680 действующих храмах Подмосковья, но Пасха Господня торжественно празднуется по всей нашей земле. От кафедральных соборов до самого последнего сельского храма, только-только поднимающегося из руин к своему воскресению. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровал. Совсем немного людей за пасхальной литургией здесь, в Спасской церкви села Никуново. Чугунная печурка едва обогревает голые стены, только что удалось провести в храм электричество, но эта неустроенность и нищета, может быть, только поможет этим людям пойти навстречу Богу. И кто-то из них, приняв в свое сердце пасхальную весть, станет прихожанином и начнет помогать батюшке возрождать поругольный храм. Нас здесь мало, но дай Господь, чтобы прошло время и здесь были люди, которые поистине хотят именно Бога. Обрести Его, обрести вовне, внутри, жить в Нем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Итак, все войдите в радость Господа нашего, говорится на Святую Пасху в огласительном слове Иоанна Златоустая. Первые и последние, богатые и бедные, ликуйте друг с другом, трудившиеся и нерадивые, постившиеся и непостившиеся. Веселитесь с ними, трапезы обильны. Все наслаждаетесь пиршеством веры. Вот почему каждый человек открывается навстречу пасхальной радости и в каждом сердце происходит Пасха, переход, возрождение, вступление в новую жизнь. Вот что-то внутри творится, а вот передать словами не могу. Я даже сегодня, честное слово, купил крест, одел и перекрестился первый раз. И на меня подействовал мой сын, который ходит в церковную школу уже три года. Это такой светлый праздник, когда душа просто, ну, отрешается от вот этой суетности. Для нас святой праздник, семейный праздник. После поста можно мясо поедать. Жел бы опуститься. В Троицком храме Блистанцы и Удельная служит один из старейших священников московской епархии, пратерей Виктор Шаповальник. Больше 50 лет отец Виктор стоит у престола Божия. Он стал священником еще в годы гонений на церковь. Воевал, пережил лагерное заключение. Батюшка рассказал нам о пасхальной утренне в лагерном бараке, на которой он служил в Юпитрахиле, скроенной из простыней и с деревянным крестом, вырезанным самими заключенным. А вот еще одна пасхальная история 30-х годов, случившаяся на заводском интеррелигиозном митинге, где работал тогда отец Виктор совсем еще молодым человеком. Случай, поторгили там какие-то, в общем, руководители, которые усиленно доказывали, что никакой не должно быть тут религии теперь, это все пережитки, с этим надо кончать. Все должны понимать, что мы движемся сейчас к коммунизму, это нам все помеха. Ну и вот очень горячо несколько человек поступали и говорили, ну все слушают тогда, главный там оратор обращается, ну что ж, товарищи, кто-нибудь из вас может быть хочет высказать. Тут один, так, в средних лет подошел токарь, говорит, разрешите мне сказать два слова. Да пожалуйста, пожалуйста, поднимайся сюда. Вот он поднялся и говорит, я вас долго не задержу, прошу вашего внимания, все замолкнут. Я скажу ему только всего два слова. Христос воскресе! И в этом, как они вчера ответили, боишься на воскресе! Все эти агитаторы схватились с запахом и шпусили с этой крестой и ушли. Это было в такой... Это доказывает, какова сила в этих даже словах. Эти два слова, они имеют особую благодатную силу. Потому что если бы Христос не воскрес, то черт не была бы вера наша. Что для вас этот праздник означает? Этот праздник для меня означает жизнь. А сегодня Господь воскрес, Пасха Господень. Христос воскресе! Вся светлая седмица Христового Воскресения составляет один великий день Пасхи. Вот почему ежедневно совершаются торжественные крестные ходы. А здесь, в Подольском Благочине, традицией стал праздничный крестный ход к поднявшемуся из руин храма Воскресения Господня. И как-то по-особенному радостно звучит здесь престольный праздник, пасхальное приветствие. Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Пусть радость праздника войдет в ваши семьи, в ваши сердца. Пусть благословение воскресшего Господа пребывает над всеми вами. Христос воскресе! Воистину воскресе! В дни празднования Пасхи величайшего православного праздника всегда проявляли особую заботу во всех, кто нужен за фондом. Повыгали всем подряд, без обращения на веру и свободу, на национальности, не размышляя, преступник перед тобой или праведный человек. На Руси всегда помнили эти слова Христа Спасителя, понимая, что не только человек, нуждающийся в нашей жалости и помощи получает от нас, но и сам Бог смиренно принимает милосердие, хотя и не нуждаясь в нем, науча нас смирению и человеколюбию. В нынешнем году Святейший Патриарх Московский в Сеярусе Алексий сделал многое, чтобы возродить эту традицию. Было собрано несколько тысяч пасхальных посылок в больницы, сиротские дома, тюрьмы, дома престарелых, интернаты для подростков. В них то, в чем наиболее нуждается человеческая душа, в каком бы болезненном, угнетенном или озлобленном состоянии она не пребывала. Это книга о высших ценностях человеческой жизни, о Боге, добре, о правде, о справедливости. Такая литература, к сожалению, не часто встречается на полках библиотек. Более того, сейчас там больше книг, которые проповедуют обратное. Насилие, себелюбие, злобный нигилизм, неверие. Конечно, православные люди, тем более патриарх, не тешат себя несбыточными надеждами, что сразу все изменится в душах беспризорных подростков и заключенных. Но Бог, истина, любовь, добро, как показывает весь ход человеческой истории, непременно отзываются в человеческом сердце. Если не сразу, то по прошествии времени. В будущем будут посланы посылки с медикаментами, средствами гигиены, продуктами. Казалось бы, прекрасное возрождается начинание. И действительно, многие государственные организации пошли навстречу. Особенно помогли в рассылке сотрудники МВД. Но вот те люди, которые, казалось бы, призваны заботиться о несчастных, оказались на удивление безучастны и просто саботировали эту акцию. В Министерстве труда и социального развития Российской Федерации категорически отказались даже дать адреса домов для престарелых интернатов, чтобы туда могли послать вот эти посылки. Хотя именно из этих заведений в патриархию поступает больше всего просьба помощи. Чиновникам объяснили, что это долговременный план, и их подопечным пришлют и многое необходимое, и медикаменты, и продукты. Все оказалось бесполезно. Патриархия получила вместо адресов только отписки. По этому поводу мы обязательно проведем специальное журналистское расследование. А сейчас хочется искренне поблагодарить и Святейшего Патриарха, и всех тех, кто принял участие в этом добром деле, и пожелать, чтобы в следующий раз и все мы смогли внести свою посильную лепту в помощь тем, о ком часто забывает государство. Вот 12 лет назад, 26 апреля 1986 года, мир содрогнулся и начал новый отсчет времени. На Чернобыльской атомной станции произошел взрыв. 28 апреля 1986 года, с высоты 220 метров, подлетаем к блоку. Видно трубу второй очереди. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи! Выше! Вы! Во-во-во-во! Держи это место! Держи! Держи! Где дым идет! Где дым! Вот так держи! За несколько часов было эвакуировано около 50 тысяч человек из Припяти, а затем десятки тысяч человек из 30-километровой зоны. Но кадров этих нет, к сожалению. Они были уничтожены в те же дни по приказу свыше. Сюда, тварец, поможи нам в дорогах! Ой, боже мой, боже! Сколько горя мы видели на дорогах Украины, Белоруссии, когда ездили по зонам отчуждения. Чужой боли не бывает, говорили тогда все. И страна бросила все силы и средства на борьбу с атомной опасностью. Многое сегодня пересмотрено, но одно осталось чистейшей правдой. Работающие здесь люди были настоящими героями. Значит, дорогие товарищи, вы пойдете не в шестероб, а в четвероб, чтобы не мешали друг другу. Кто старший здесь? Вот вам отводится одна минута для того, чтобы решить следующую задачу. Вот посмотрите за своими товарищами, как они ускоренно передвигаются из этой амбразуры, поворачивают направо за вот это сооружение. С вами, кстати, пойдет лейтенант, поднимаются на деревянный настил, понятно, и попадают вот в район работы. В этом районе работ лежат блоки весом примерно по 40, по 50 килограмм. Норма на солдат 4 блока. 4 блока надо взять, вот им, видите, и бросить их в пропасть, в разрыв. Но близко нельзя подходить. То, что вы видите сейчас, мог сделать только человек. Техника, роботы не выдерживали, ломались или, как говорили ученые, сходили с ума. Как всегда у нас, люди не жалели себя, но и людей не жалели тоже. Я эти 12 дней и ночей до самой смерти не забыл. Это 12 дней и ночей самых таких тяжелейших, это, наверное, знают, потому что за что? Дрожишь за солдата? Он идет практически вроде бы и вы известны нам. Мы эксперименты же проводили там. Вот начальник штаба прекрасно знает, что каждому солдату хронометрировали минута ли, минута 10 секунд, полторы ли минуты. Мы за минуту вообще не выходили. Я сам туда же ходил первым. Ходили мои офицеры, мы ему время вычислили, мы эту опасность запрограммировали. Человек должен сознательно понимать опасность. Ясно, что это идет не к теще, на блины. Он идет решать задачу. Но кто-то должен решать. Кто-то должен решать, и люди решили эту задачу. И все же две цифры. Сегодня каждый десятый человек, прошедший через Чернобыль, болен. А каждого 35-го уже нет в живых. Чернобыль стал одним из толчков к союзу разума и веры. В апокалипсисе говорится, и упала с неба звезда Полынь. А вот Чернобыль с украинского так и переводится Полынь. И треть вот стал горькими. В последнем номере журнала «Русский дом» опубликована статья, посвященная слушанием Всемирного Русского Народного Собора на тему «Вера и знания. Проблемы науки и техники на рубеже столетий». Это первое мероприятие такого масштаба, в котором участвовали как представители науки, так и религии. Работа Всемирного Русского Народного Собора проходила в древних стенах Троицы Сергиевой Лавры на территории Московской Духовной Академии. Ибо сама тема соборных слушаний, вера и знания, требует серьезного богословского осмысления, потому что фактор духовности ныне становится не только сугубо личным, но и залогом выживания всего человечества. Человек все больше и больше задумывается над результатами научного поиска. И действительно, сейчас уже стало видно, что если человек неудухотворен, если не имеет нравственных каких-то правил, дисциплины внутренней, не верует, то в этот момент становится страшно, что он стоит у атомного реактора, что он стоит рядом с химическими колбами, болезнотворными бактериями занимается, или выходит просто на кафедру вуза и проповедует абсолютно антиестественные и антидуховные взгляды. В заседаниях круглого стола, собранного по инициативе ученых Российского Ядерного Центра, приняли участие не только ученые с мировым именем, физики, инженеры, конструкторы, но и все те, кому небезразлична судьба научно-технического и культурного достояния России в наступающем 21 веке. Сегодня многие ресурсы выживания народа и государства близки к исчерпанию. Вот почему интеллектуальный и духовный потенциал всего нашего общества становится спасительным резервом России. У меня давно уже сложилось убеждение, что только через восстановление, укрепление православия мы и можем все у себя восстановить и наладить. Наука давно стала мощным инструментом, преобразующим окружающий мир. Но она же таит в себе опасность для человека. Достаточно указать такие направления, как генная инженерия, информационные технологии, психотехника, ядерные исследования. Вот почему принцип «не навреди» должен стать категорическим императивом каждого ученого, сознающего свою ответственность перед Богом и людьми. Участники слушаний единодушно высказались в пользу необходимости духовного окормления ученых. И многие студенты академии, будущие пастыри, специально готовятся к сотрудничеству с учеными ведущих научных центров России. Такие контакты ученых и церкви, они очень полезны, безусловно, как для той и другой стороны. И недаром в итоговом документе соборных слушаний говорится, что представители веры и знания, как братья и сестры, встретились в предчувствии совместной, вдохновляющей работы на благо России и во имя жизни на нашей планете. В журнале «Русский дом» под рубрикой «Народные мастера» с умельцами из Великого Устюга вы можете встретиться. Наибольшую славу этому городу принесло искусство черни по серебру. А вот нашим подмосковным люберцам мировую славу принесли ковры. История с люберецкими коврами это история так называемых российских реформ только в миниатюре. Вещь эта запутанная и разобраться в ней лучше всего на конкретном примере. В 1963 году закончился первый этап необратимых перемен. Уже лежали те предприятия, которые не могли выжить без государственной поддержки. Уцелели те, кто вцепился в ускользающую поверхность за счет товаров, отбить охоту, к которому покупателей власть еще не могла. Люберецкие ковры тогда выжили. Мало того, предприятие вдвое увеличило число работников, которые ежегодно стали выпускать 12 миллионов метров ковровых покрытий. Для сравнения скажем, что сегодня вся Россия выпускает 4 миллиона, то есть в три раза меньше, чем одно предприятие еще 5 лет назад. Тогда правительство, которое почему-то мы по привычке называем российским, предприняло следующий шаг. Были резко взвинчены цены на электроэнергию. Придуманы такие налоги, что предприятия ни о каком росте не смели и помышлять. Открыт рынок беспошлинного ввоза импорта. Цены же на сырье внутри страны подскочили в тысячи раз. Конкурировать в этих условиях у нас не оставалось никаких шансов. Весь текстиль он настолько богат традициями. Смотришь старые набойки и не сравнить с тем, что сейчас есть. Как можно закрыть эти предприятия? Мне кажется, это себя не уважать. Директор Люберецкого коврового комбината Зорников не сдавался. Он привлек группу специалистов во главе с академиком Львовом. Проанализировав ситуацию в 17 странах мира, были разработаны условия экономического роста. А дальше началась череда министерских отписок. Кончилось дело тем, что вице-премьер Чубайс написал премьеру Черномырдину. Эксперимент считаю нецелесообразным, так как будут проедаться государственные деньги. И мы кричим сегодня, на весь мир кричим, выплатим зарплату бюджетникам. Да никогда ее не выплатят. За счет чего? За счет беспошлиного ввоза ковров? Ковровых этих сильных покрытий? Нет, не по поводу. За счет нефти и газа. Ну так показали мы все, что это в частную ручку переходит потихоньку, все, какой там бюджет. А разработками экономического эксперимента, затеянного Зорниковым, заинтересовались наши соседи-белорусы. Теперь у них ежегодный рост ковровой продукции в среднем на 30%. Их ковры заполнили и российский рынок. Общий же объем наших товаров на своем рынке составляет где-то 4%. Почему у него 2% НДС? От 2 до 4%? Почему у белоруса не имея своей теплоэнергетики, у него себестоимость затраты 7% у меня до 30? Почему? Вот вам, пожалуйста, резерв в цене. Правильно? Так давайте тогда разберемся, дорогие друзья. У них два комбината мощных. Почему белорус сегодня получает 240 миллиардов кредитов государственных? Я ноль. На Люберецкой ковровой фабрике нам показали продукцию еще одних конкурентов, бельгийцев. По мнению технологов, наша продукция лучше. Она не распускается, не линяет. Три года отечественные ковровщики боролись за то, чтобы правительство ввело квоты на ввоз низкосортной иностранной продукции, дабы защитить собственный рынок, сохранить рабочие места. В ответ было дано наконец обещание сделать это 11 марта этого года. А в феврале к президенту Ельцину пожаловал с визитом бельгийский король Альберт II. За время своего правления он может лишь однажды посетить иностранное государство и момент был выбран как нельзя лучше. Из кратких официальных сообщений мы узнали о том, что президент Ельцин рассказал историю Кремля бельгийским королевским особам. Акнаина Иосифовна устроила чаепитие с королевой Паолой в ресторане Третьяковской галереи. О том, что квоты на бельгийские ковры не вводятся, мы узнали, как говорится, по факту. А еще говорят, что монархия устарела. Вот как вопросы решать надо. А у нас при выборном президенте и демократии семикратное падение производства ковров. 80% спад химической промышленности, не говорю уже про овцеводство, которого в России практически не осталось. Может, последнего российского барашка и съели за обедом, который был дан от имени президента России высоким королевским особам. Наш рынок однан иностранным фирмам, там работают четырех-пятисменным режимом. Бельгия возмутилась этим указом. Почему? Потому что они доказали, не знаю кому, наверное, президент, что там с введением квот вот этой меры 1,3 миллиона людей будет безработных, работая в четырехсменном режиме. А что у нас десятки тысяч уже сидят давно безработных, об этом мы как будто для правительства не существуем. Мы возмущены. Я вот лично ночь не спала, не знала куда. Написала письмо Татьяне Борисовне Дьяченко. Ну, думаю, может быть, советник, близкий, самый друг человеку, президенту. Кто советует принимать такие указы? Кто советует? Это дальнейший виток безработицы, это снова будут останавливаться. Всего осталось 300 текстильных предприятий, которые работают сегодня. Итак, с чем остался на сегодняшний день российский текстильщик, если учесть, что государство о нем уже позаботилось? Обратиться в коммерческий банк за кредитом? Но как его потом отдавать, если неизвестно, каким налогом его обложат завтра? По крайней мере, новый налоговый кодекс по варианту правительства не сулит ничего хорошего. Впрочем, о своих проблемах лучше расскажет сам Владимир Сергеевич. Я не знаю, чей будет завтра рынок. Не знаю, чей будет завтра рынок. Вот сегодня его королю продали Бельгию, а завтра еще кто-нибудь приедет, ему и опять подпишут. Могу я рисковать, не продав свою продукцию? Нет. Третье. Я не знаю, как будут вести себя монополисты теплоэнергетики. Ведь это надо энергосистему государственную отдать в руки частнику. Кстати, Чубайс, так много поработавший для текстильной отрасли на государственном поприще, теперь перешел в электроэнергетику. Он строго хранил бюджетные средства от проедания. Теперь будет строго беречь киловатт-часы от прожигания, отпугивая Зорниковых за предельными ценами. Как говорится, не мытьем, так катанием. Решить можно одним заседанием, одним постановлением президента, одним или указом президента, одним постановлением правительства, одним заседанием Совета Федерации. Что ж, дело за малым. Николай Сергеевич, как настроение? Паршивое, честно скажу. Ну вот видите, а у господина Кириенко на такой вопрос президента боевое. Видим, по-разному мы смотрим на ситуацию в стране, в отечестве. Мне, честно говоря, сейчас стыдно за нашу родину. Вот этот месячный, сегодня как раз, кстати, исполняется месяц со дня начала правительственного кризиса. И мы вывернули всю нашу политическую систему наружу. и вот ее неприглядные потроха, они, честно говоря, внушают отвращение в мире, да и вряд ли симпатизирует этой ситуации и наши сограждане. Я вот так смотрю и думаю, все три ветви власти в течение этого месяца проявили себя с наихудшей стороны. Так, взяли самый, что ни на есть отрицательный вариант. Если брать президента страны, то, на мой взгляд, конечно, он нарушил Конституцию, когда он упорно держится за одну кандидатуру, которую проталкивают премьер-министры. В то время, как Конституция совершенно очевидна в 111 статье рекомендует ему представлять кандидатуры во множественном числе. Ведь если президент настаивает на одной кандидатуре, а угрожает разгоном Думы, значит, он лишает Думу любого права выбора, которое, собственно, ей давала Конституция. Президент мог предложить альтернативную, вторую, третью кандидатуру, и тогда все было бы нормально. Но он упорно ведет свою линию на то, чтобы одна кандидатура и никакая другая. Николай Сергеевич, а как вы думаете, почему, например, когда вот Черномырдина, помните, избирали, то там было несколько кандидатур, было такое мягкое рейтинговое голосование, из нескольких кандидатур выбирали, кого же выбрать. А вот сейчас вот согнали Черномырдина, ну, не нужен стал. Как говорит сам Кириенко, вот я внимательно слежу за его выступлениями, надо исправлять положение, исправлять положение. Но раз исправлять положение, значит, Черномырдин довел страну до такой ручки, что Истроев вот сам говорит, надо заняться экономикой и выплатить зарплату. Значит, предыдущее правительство этим не занималось просто. Только этим занималось и предыдущее правительство, и это. Вот что касается выбора, существует две системы. Они у нас, в нашей стране, испробованы, были практически обе. Первая система. Или предлагает несколько кандидатур в парламент, тогда Верховный Совет, когда речь шла о Черномырдине, а президент выбирает из них ту, которая ему нравится. Тогда было так, когда назначали Черномырдин, дали пять кандидатур от Верховного Совета, президент сказал, вот будет Черномырдин. На первом месте тогда было даже помощи Строев. Он сказал, Строев мне понадобится для других дел. И Верховный Совет уважил президента и назначил Черномырдина. Другой вариант, это когда президент может назначить несколько кандидатур, ну, две, три в данном случае, не более трех. И тогда Дума государственная имеет право выбрать одного из них. Это тоже законно. Но никогда нигде не предусматривался вариант вот обязательно лезть на пролом. Ведь понимаете ситуацию? Если президент прав в своем трактовании Конституции, то тогда надо статью 111 Конституции менять и заменить ее одной простой фразой. Президент назначает премьер-министра. Все. И никаких трактовок тогда не будет. Так что президент, на мой взгляд, в данном случае пошел поперек Конституции крайне авторитарной, что во всем мире уже признано. Что касается, добавим еще Конституционного суда, высшей нашей, казалось бы, надзирательной инстанции, которая следит за соблюдением Конституции, то уж более, конечно, трусливые позиции придумать себе трудно. Сейчас вот весь кризис нас развивается вокруг трактовки Конституции. Как ее понимать? И все вопросы уже поставлены перед Конституционным судом. Там три вопроса стоят. Первый. Имеет ли, например, Борис Николаевич Ельцин выдвигать свою кандидатуру в 2000 году? Второй вопрос. Имеет ли Борис Николаевич Ельцин право наставить на одной кандидатуре и никакой другой? И третий вопрос. Соответствует ли Конституции Российской Федерации ныне действующий закон о выборах, при котором половина депутатов Государственной Думы выбирается по партийным спискам? По всем трем вопросам Конституционный суд молчит. Забился под кровать, как будто его и не видно. Больше того, меня удивило высказывание председателя Конституционного суда Марата Баглая, который недавно сказал так, что Конституционный суд был, есть и будет вне политики. Это правовое неправильное трактование. Ведь Конституционный суд хранит, трактует Конституцию, а Конституция есть главный политический закон страны. В ней собраны все нормы, регулирующие политическое устройство государства. И не трактовать Конституцию или думать, что это вообще вне политики, это невозможно. Это просто юридически безграмотно. Николай Сергеевич, скажите, вот президент говорит, я переступил через себя, позвонил Зюганову, тут напишу всем письмо, всем депутатам письма напишу, чтобы думали о государстве. Вот, как вы это объясните, думаете о государстве, говорит президент. Ну, а сам президент думает о государстве или он считает, что государство это я, это именно Кириенко, один-единственный, незаменимый, и вот без него государство пропадет. забота о государстве это забота всех государственных чинов из любых уровней. И, конечно, в первую очередь главным заботником должен был быть, конечно, президент Российской Федерации. Тем более, что Конституция дала ему практически неограниченные права. И поэтому обращаться к кому-то с призывом думать о государстве, то в этом случае надо сразу этот вопрос обратить к себе сразу. Что касается вот думы, то в этой ситуации, конечно, она себя покрывает, на мой взгляд, позором. Потому что это невозможно смотреть на эти мучения людей, которые дважды отклонили эту кандидатуру, а вот теперь уже мучительно готовятся к тому, строят эти самые кабины, сегодня я видел на телевизионных экранах, с тем, чтобы все-таки проголосовать за Кириенко. Куда девалось вот это самомнение, этот решительный тон вот этих упитанных лидеров наших, называйте их подряд, с их строя, в Селезне, прыжков, Жириновский, и же с ними. Одно и то же. Во всем всегда были уверены, сегодня со смятыми лицами пытаются объяснить вот нашей общественности, почему вдруг с ними происходит такая метаморфоза. Вот они объясняют, говорят, Дума, это Россия, разгонит Думу, пропадет Россия. Ну, не пропадет Россия, это само собой понятно. Расстрелял Верховный Совет однажды, Борис Николаевич Ельцин, а Россия не пропала. Пожили какое-то время без законодательного органа, приняли новую конституцию, провели новый выбор, сложилось. Вот теперешняя Государственная Дума и Россия категория гораздо более значимая, исторически устойчивая, нежели какой-либо государственный институт, тем более из таких вот рыхленьких, как нынешние законодательные исполнительные структуры. Ставить между ними знак равенства нельзя. Ну, знаете, конечно, я согласен с вами, что смотреть довольно грустно, как, как вы сказали, вот упитанные, много знающие люди выворачиваются, изворачиваются и стараются объяснить свое поведение какой-то государственной необходимостью, хотя ведь видно, что в принципе-то все говорится о сохранении своего места, о сохранении сегодняшнего своего положения. И для меня, например, позиция Явлинского и его группы, она более приемлема. Они четко и ясно отстаивают свою позицию, чем вся вот эта вот великая, я уже не говорю про группу Жириновского, а вся великая оппозиция, которая заявляет о борьбе непримиримости и о том, что она всегда была на интересах, на интересах, национальные интересы России. Я полностью разделяю вашу оценку сейчас Явлинского и группы Яблоко. Я им не так уж и шибко симпатизировал, знаю, что это весьма прозападная политическая группировка, но тем не менее их поведение заслуживает уважения, безусловно. Потому что Дума остальная, которая позволяет обращаться с собой как с категорией перепуганных чиновников, как людей, подозреваемых в коррупции, как людей, на которых без конца сыпятся обвинения в печати, эти люди не могут заслуживать доверия и уважения со стороны избирателей. В этом самая страшная трагедия нынешней Думы. Ведь вот мы в прошлый раз говорили, страшнее всего, если вот по этому вопросу оппозиции расколются. И это произошло. Она сразу поделилась сейчас на группу оппортунистов, приспособленцев, и на группу тех, которые еще упорно стоят на своих политических позициях. Но если человек в состоянии менять свое мнение под влиянием при входящих факторов и может отдавать свой голос, а иногда говорят, что по тысяче долларов иногда стоит голос в Думе, то, конечно, это тревожит за состояние нашей сердца, за состояние в принципе нашего корпуса депутатов. Я очень озабочен Николай Сергеевич, а вот как Вы думаете, что больше повлияло на депутатов, те, которые вот сегодня меняют свою точку зрения после двух разов голосования, угрозы президента или подкуп, который тоже был заявлен нам по телевидению? Вы знаете, и кнут, и пряник в одинаковой степени действуют. Президент, мы уже отмечали, не раз пользовался этими инструментами, так сказать, как щипцами пыточными для того, чтобы менять волю депутатов. Конечно, кое-кто, естественно, соблазнился на все эти посулы, на все эти привилегии, о которых все газеты шумят, так сказать, тут и квартиры, тут и всякого рода привилегии медицинские, командировочные, иные. Ну, с другой стороны, конечно, вот выступил Иваненко, небольшой чиновник Центра избиркома, по сути дела, в государственной структуре, в большой базарный день три копейки таким политическим деятелям. Ну, как он уже начал стращать? Что вот, мол, не проголосуете, распустят Думу, и начнет президент принимать указы по разным отраслям, так сказать, нашей жизни. В том числе, изменит и систему выборов законодательных органов. И вот это уже, конечно, угроза страшная, и она подействует на многих людей. Николай Сергеевич, а как вы думаете, вот президент сказал, что он не придет в Думу завтра, а напишет каждому депутату письмо. Вот письмо как будет? Каждому написано или под копирку? Ну, я думаю, что, конечно, она будет написана под копирку, на ксероксе размножена и будет поставлено фоксимиле, потому что подписать, наверное, 450 вот таких обращений к депутатам, наверное, вряд ли хватит силу президента. Скажите, а как вы считаете закончится сегодня пленум ЦК Компартии? Да, вот единственное, кто пока держится, так сказать, достаточно вслед за яблоком твердо своих позиций, это часть коммунистов, возглавляемые Зюгановым. Часть, вы подсоедите? Часть, да, потому что мы уже про некоторых с вами сказали, мы уже про Селезнева вторично будем говорить. Там и Горячего, там и другие депутаты от этой партии, но, тем не менее, сегодня собирается ЦК Компартии, и в ЦК состояние там дело может быть немножечко разное, ведь в составе его 148 человек, а из них депутатов в Государственной Думе меньше 60. Естественно, люди, которые приедут с мест и которые не отягощены всякого рода привилегиями, у них руки и язык посвободнее, и, конечно, они, я представляю, на этом пленуме дадут очень приличный бой тем, которые приглашают сейчас изменить позицию партии. И думаю, что пленум примет решение держаться прежней позицией. Но! Все равно уже теперь почти неизбежно, мало кто сомневается в том, что депутаты примут решение о тайном голосовании. С помощью бюллетеней, с помощью кабин, они уже строятся, так что, значит, менталитет людей готов к тому, чтобы согласиться с этим. А тайное голосование, конечно, снимает вот те требования, которые выдвигает партийная дисциплина. Вы можете принять решение на пленуме ЦК партии, а проголосовать в кабине так, как вы считаете нужно в соответствии с личными взглядами. И мое какое-то вот мнение, хотя предсказывать в политике всегда рискованно, я думаю, что часть коммунистов проголосует все-таки за кандидатуру нового премьер-министра, а большая часть сохранит еще свою партийную дисциплину. И получится ситуация, которая обычно в нашем народном фольклоре говорится так, и честь будет спасена, и капиталец наварен. Наверное, такой вот вариант развития наиболее вероятен. То есть, вы считаете, что Киренко пройдет завтра? По всем вероятности, да. Мне так представляется, а именно по морально-нравственному состоянию думы, по тому давлению, которое на нее оказывается, и по отсутствию какого-то яркого лидера, который бы убедительно показал всем депутатам необходимость стоять до последнего, я думаю, что вот из-за этих факторов можно уверенно сказать, что завтра, наверное, мы будем иметь с вами премьер-министра. Но если завтра будет Киренко утвержден, то как вы считаете, вот те депутаты, которые нынешней думы, которые это сделают, смогут ли они выставлять свои кандидатуры? Нет, кандидатуры-то не смогут выставлять. Будут ли они, как говорит один тут наш великий политико-бизнесмен, избираемые на следующих выборах? Вот для того, чтобы ответить на ваш вопрос, они и придумывают секретные тайные голосования. Никто из избирателей не будет знать, как голосовали их избранники. Значит, мы можем предполагать, что голосовал любой человек за. Да, да. Начиная с Зюганова и кончая, там, не знаю, под Березкиным. Но каждый будет доказывать, если он захочет опять заручиться доверием избирателей, что он был как раз в той части, которая все-таки голосовала против. Вы знаете, говорят вот в других странах, вот в Италии я слышал, когда расстреливают человека по суду, смертная казнь, когда была, то, скажем, выводят 12 солдат и половине кладут холостые заряды в ружья, а половине боевые. И никто не знает, кто из них был убийц, они этого не знают. Вот так, наверное, что-то произойдет и в нашей ситуации. Ну что ж, Николай Сергеевич, осталось ждать совсем недолго. Доживем до пятницы. А сейчас я вам предлагаю посмотреть памятные даты из истории государства российского. 23 апреля 1849 года был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Федор Михайлович Достоевский. Весной 1846 года на Невском проспекте к Достоевскому подошел незнакомец и спросил, какая идея вашей будущей повести? Это был Петрашевский, организатор первого социалистического кружка в России. Его и стал посещать Достоевский. Политические взгляды Петрашевцев писатель не разделял. Он не шел дальше социальных мечтаний о золотом веке без войн, преступлений, пороков. Достоевский и другие члены кружка были приговорены к расстрелу в последнюю минуту замененным каторжными работами. 24 апреля 1729 года в Германии в Штеттене родилась принцесса София Фредерико Августа Анхальт Цербская, будущая российская императрица Екатерина II. В 1745 году она стала женой Петра Федоровича, внука Петра I. Менее 7 месяцев процарствовал Петр III, ставший императором после смерти Елизаветы Петровны. В результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II и царствовала 34 года. При ней к России были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Северный Кавказ. Время Екатерины называют и Золотым веком русского дворянства и просвещенного абсолютизма. 25 апреля 1840 года родился Петр Ильич Чайковский. Его отец горный инженер играл на флейте. Мать была одарена незаурядными музыкальными способностями. Она и стала первой учительницей музыки будущего композитора. Однако профессионально учиться музыке он начинает лишь в 21 год. 30 августа 1865 года знаменательный день в жизни Чайковского. В Павловске под управлением знаменитого Штрауса в концерте впервые было исполнено его сочинение «Характерное танце для оркестра». И тогда же Петр Ильич пишет сестре «Все более и более убеждаюсь, что уже мне теперь нет другой дороги, как музыка. Сегодня мировую музыкальную культуру невозможно представить без шедевров Чайковского». 26 апреля 1909 года, когда отмечалось столетие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, в Москве на Пречистинском Гоголевском бульваре торжественно был открыт памятник писателю. Он был создан на народные деньги. Скульптор Николай Андреев изобразил Гоголя в период душевного надлома. О памятнике Репин писал «Сколько страданий в этом мученике земляхи России. Сходство полное». С 1959 года памятник установлен во дворе дома на Никитском бульваре, где писатель провел последние годы жизни. 27 апреля 1682 года скончался царь Федор Алексеевич. На российский престол он вступил в 15-летнем возрасте. Его учителем был Симеон Полоцкий. Федор знал польский и латинский языки, увлекался литературой, сам писал стихи. Любил математику и собрал в свои мастерские техников по различным отраслям прикладной науки. Покровительствовал русским ученым. При нем было окончательно закреплено объединение Левобережной Украины с Россией. Он задумал ряд реформ, но не успел реализовать. Федор умер, не дожив до 21 года. Мы всегда с удовольствием рассказываем о людях, которые помогают восстанавливать разрушенные нашими отцами и дедами храмы. Но есть и другие бизнесмены, которые наживаются на этом. В деревне Стрелково Подорожского района стоит памятник древнерусской архитектуры, церковь 17 века. Владеет им предприниматель, который соглашается вернуть церковь прихожанам, если они заплатят ему полтора миллиона рублей новыми. Еще на заре перестройки государственное имущество, находившееся в общественной собственности, стало потихоньку приобретать новых хозяев. Один из них, кооператив Арак Александра Маяковича Петросяна, ухитрился заполучить в деревне Стрелково Подподольском так называемый памятник истории культуры 17 века, а попросту православный храм. Два года назад здесь образовалась приходская община, которая попыталась вернуть храм. Да не тут-то было. Владельцы, юридически узнав о том, что храм хотят вернуть верующим моментально нашлись, ставили щиты в окна, отремонтировали двери, повесили свои замки для того, чтобы только воспрепятствовать его возвращению. Вряд ли кто ожидал 10 лет назад, что предприниматели откроют в храме под видом пункта общественного питания ночной ресторан с номерами, мафиозными разборками и стрельбой. Потом, правда, заведение пришлось прикрыть, опустевшее здание потянулись бомжи, наркоманы. И теперь господин Петросян готов уступить помещение верующим, но не менее чем за полтора миллиарда рублей. Остается удивляться, как местные власти сами жители отдали в чужие руки свой собственный храм. Мы должны отмыть свои грехи, прежде чем войти в этот храм. Времена меняются, и сегодня в людях просыпается и духовное самосознание и беспокойство о будущем своих детей и оживает память о прошлом. Вот и здесь в Стрелкове вспомнили, что храм Николая Чудотворца был воздвигнут еще в 17 веке на месте чудесного обретения иконы свидетелей Николая. Эта икона по преданию приплыла сюда против течения реки Пахры. И вот сегодня община храма возрождает богослужение. Пусть пока под открытым небом стоя у закрытых дверей. За возвращение храма собраны сотни подписей воле-неволе общине приходится учиться юридическому ведению церковного дела вплоть до судебного разбирательства. Хотя на ее стороне и закон об охране использования памятников истории и культуры и указ президента о передаче религиозным организациям культовых зданий православный храм святителя Николая пока по-прежнему находится в собственности кооператива Арак. Так кто же настоящий хозяин на нашей земле? С конца 80-х годов в нашей стране стали организовываться семейные детские дома. В Советском Союзе их было более 500. Сонно что? Сонно кинули.